Следует ли нам тренироваться с легким или тяжелым весом, чтобы нарастить мышечную массу быстрее? И практически у каждого свое мнение на эту тему. Некоторые считают, что упражнение с весом собственного тела на большое количество повторений является лучшим вариантом. В то время как другие клянутся, что тренировки с малым числом повторений лучше подходят для быстрого роста мышц. Поэтому сегодня я хочу обсудить, какой стиль тренировок приведет к наилучшим результатам, основываясь на научных данных, а не просто высказывая вам свое мнение. И чтобы на самом деле найти ответ, мы должны сначала четко определить, что такое интенсивность тренировок. В науке о физических упражнениях сказано, что интенсивность тренировки относится к проценту вашего максимума одного повторения, с которым вы можете тренироваться. То есть, если бы мы использовали 100% от вашего максимума на одно повторение, это означало, что вы используете вес, который настолько велик, что вы можете выполнить только одно повторение и не больше. С другой стороны, 80% вашего одноповторного максимума вы, вероятно, сможете выполнить в 7-8 повторениях, прежде чем дойдете до отказа. И каждый уровень интенсивности тренировки, будь то 70, 80 или 90%, коррелирует с определенным количеством повторений, основанным на данных, собранных во многих исследованиях силовых тренировок. Следовательно, получается, что если вы тренируетесь с меньшим весом или с меньшим процентом от вашего одноповторного максимума, вы сможете сделать больше повторений. А если с более тяжелыми весами, то, следовательно, вы сможете выполнить меньшее количество повторений. Это очевидно. Итак, давайте посмотрим, почему некоторые атлеты утверждают, что вам следует тренироваться с легкими весами, если вы хотите максимизировать мышечный рост. И почему они рекомендуют выполнять от 15 до 25 повторений в подходе? Ну, во-первых, сторонники большого количества повторений утверждают, что легкие веса и большое количество повторений лучше, потому что они создают сильный метаболический стресс. Это физиологический процесс, происходящий во время тренировки с отягощениями, вызывающий чрезмерное истощение уровня энергии внутри клетки и приводящий к накоплению молочной кислоты. Я имею в виду, что вы получаете огромный памп на качку кровью мышц, и вы можете видеть, как ваши мышцы словно взрываются, когда вы смотрите в зеркало спортзала. И поэтому вам может казаться, что это идеальный стиль тренировок. Но, пожалуйста, прежде чем говорить, что все, я буду использовать теперь только легкие веса, большое количество повторений, выслушайте меня. Потому что в реальной жизни не все так просто, как эти исследования. В частности, есть три важные вещи, о которых следует помнить. Но прежде чем я скажу о них, приведу свой личный пример. Я тренируюсь в основном с отягощениями, преимущественно с тяжелым весом. При этом я разбавляю свои тренировки с легкими весами и весом собственного тела. Вы тоже можете последовать моему примеру, но об этом чуть позже. А если же у вас прогресс в тренировках и форме остановился, и не получается сдвинуть его с места никаким образом, тогда обращайтесь ко мне за помощью с индивидуальным планом тренировок и питания в личные сообщения. Ссылка на телеграм для связи со мной только что появилась в подсказке на экране справа вверху, или будет в закрепленном комментарии и в конечной заставке в конце видео. Во-первых, тренировка с очень низким числом повторений, например, выполнение одного или двух повторений в подходе, вряд ли, конечно, будет оптимальным для роста мышц. Поэтому подбирайте вес, который позволяет вам выжать как минимум 3 повторения за подход, если вы хотите максимизировать рост мышц. Второе, тренировка с очень тяжелыми нагрузками и малым числом повторений оказывает гораздо более сильное воздействие на суставы и соединительные ткани, по сравнению с тренировкой с умеренным или большим числом повторений. Поэтому тренировка с очень низким числом повторений на постоянной основе не подходит, если у вас есть боли в суставах или есть какая-то другая причина, которая делает вас более восприимчивым к травмам. Кроме того, даже если вам нравится тренироваться с действительно тяжелым весом для небольшого количества повторений, я бы не рекомендовал делать это для изолирующих упражнений, таких как сгибание рук на бицепс или подъемы в стороны. Потому что просто очень сложно поддерживать правильную форму при выполнении этих изолирующих движений с тяжелыми весами. Вы просто будете работать за счет импульса тела, а не за счет мышц. С другой стороны, в базовых упражнениях, таких как жим лежа, становая тяга, приседа, вы можете делать с более тяжелыми весами и с меньшим числом повторений, при условии правильной техники и работе не менее чем в трех повторениях за подход. Давайте посмотрим еще один аспект небольшого количества повторений. И сразу же мы обнаруживаем нашу третью проблему. Чтобы нарастить столько же мышц с помощью высокоповторных подходов, как при умеренном и низкоповторном тренинге, вам придется тренироваться в отказ. Исследования показывают, что если вы не тренируетесь до отказа с этими подходами с большим количеством повторений, вы не получите всех этих преимуществ от такого типа тренинга. А поскольку у большинства людей слабая силовая выносливость, чтобы сделать пять подходов до отказа с очень легким весом и большим количеством повторений, скажем в 30% от вашего одноповторного максимума, то ни о каком росте речи быть не может. Поэтому, как правило, лучше делать подходы в умеренном и низком диапазоне повторений. Вы только подумайте, если вы используете около 30% от своего максимума на один подход, то вы сможете сделать где-то между 25 и 35 повторениями. Да вы просто не сможете сохранять концентрацию в течение этих всех повторений, не скатываясь в ужасную технику, прежде чем вы дойдете до отказа. С учетом вышесказанного, не нужно избегать тренировок с высоким числом повторений. И имею в виду, что вы можете использовать подходы с большим числом повторов для изолирующих упражнений. Таких как махи в стороны на плечи или сгибания рук на бицепс, в которых проще концентрироваться, чем в базовых движениях. Причина этого в том, что разные диапазоны повторений задействуют разные пути наращивания мышечной массы. Например, тренировка с большим количеством повторений в первую очередь запускает путь метаболического стресса, который, как я упоминал ранее, представляет собой процесс, вызывающий чрезмерное истощение уровня энергии внутри мышечной клетки и приводящий к накоплению молочной кислоты. Все это имеет свои преимущества для роста мышц. С другой стороны, низкоповторная тренировка с тяжелым весом создает большое механическое напряжение, что по-другому стимулирует рост мышц. Она активирует специализированные белки и мышечные клетки, известные как механосенсоры, которые запускают каскад генетических и гормональных сигналов, стимулирующих ваше тело к построению новой мышечной ткани. Эти механосенсоры активируются только при очень высоком уровне напряжения, поэтому вам нужно обязательно включать в свою тренировочную программу малоповторные тренировки с тяжелым весом. То есть, если вы не будете повышать со временем вес в упражнениях, то не будет дальнейшего роста массы. Таким образом, подводя итог, лучше включить малоповторные, среднеповторные и высокоповторные подходы в вашей тренировке, потому что все они активируют разные пути роста в организме. Поэтому прямо сейчас я приведу вам несколько примеров того, как вы можете включить все эти различные диапазоны повторений в свои тренировки для достижения максимальных результатов. И мой любимый способ – это через периодизацию. Используя периодизацию, вы можете менять диапазоны повторений на каждой тренировке, каждую неделю или каждый месяц. Один из самых простых способов сделать это – провести около 3-4 недели в одном из 3 диапазонов повторений, прежде чем переходить к следующему. Три диапазона повторений, которые сработали для меня лучше всего – это от 3 до 5 повторений, от 6 до 8 повторений и от 12 и более повторений. Таким образом, вы проводите 3-4 недели, поднимая достаточно тяжелый вес, чтобы дойти до отказа за 3-5 повторений. Затем в течение следующих 3-4 недель вы переключаетесь на диапазон от 6 до 8 повторений, где вы выбираете более легкий вес, чем тот, который вы использовали для диапазона от 3 до 5 повторений. Но он все равно должен быть достаточно тяжелым, чтобы дойти до отказа в этом диапазоне. Затем через 3-4 недели сделайте то же самое в диапазоне 12 плюс повторений. Каждый раз, когда вы возвращаетесь к предыдущему диапазону повторений, который вы смогли сделать несколько недель или месяцев назад, старайтесь увеличить вес, который вы делаете для этого диапазона повторений, по сравнению с прошлым разом. Теперь, если вы не хотите придерживаться одного диапазона повторений в течение месяца, вы также можете включить разные диапазоны повторений во время каждой тренировки и установить эти диапазоны повторений в зависимости от ваших целей. Итак, допустим, вы не слишком сосредоточены на увеличении силовых показателей по мере набора мышечной массы. Тогда вы можете сделать только 15% своих подходов в диапазоне от 3 до 5 повторений, 70% уже ваших подходов в диапазоне от 6 до 12 повторений и 15% ваших подходов в диапазоне 13 и более повторений. Друзья, сейчас я рекомендую посмотреть мое другое видео, где я рассказываю о лучшем количестве упражнений за тренировку для роста мышц. Это видео прекрасно дополнит то, о чем я сказал сегодня и создаст в вашей голове целостную картину о том, как построить лучшую программу тренировок под себя. Но если вы не можете сами, тогда обращайтесь ко мне в Телеграм и я помогу вам там, чем смогу. Но если вам понравилось данное видео, тогда ставьте ваши лайки, подписывайтесь на канал с колокольчиком и увидимся с вами в следующем видео.